ТОЧКА НЬЮЗ То, о чем сплетничали с начала года и то, что не давало покоя всей кинотусовке, подтвердилось. Надежда Михалкова и Резо Гигинишвили больше не муж и жена. Актриса подала на развод. Назвать эту новость неожиданно язык не поворачивается, ведь о разладе в знаменитой семье говорят уже очень давно. Правда, сами Резо и Надя всячески опровергали слухи о крахе их семьи. Но вот теперь официально сообщается, что Михалкова отнесла заявление в суд. И теперь штампа о разводе осталось ждать недолго. Кстати, говорят, что Резо уже нашел замену жене в своем сердце и встречается с другой девушкой. А вот что теперь будет с личной жизнью Михалковой, неизвестно. Да и есть ли у нее время на романы? Все-таки мать двоих детей, которые теперь будут расти в неполной семье. Дождливым вечером в пятницу 13-го Игорь Чапурин не побоялся собрать светскую публику на вечер в музее, чтобы показать свою новую весенне-летнюю коллекцию. Даже думать о том, чтобы носить всю эту красоту, гостям было холодно. Но чтобы не ударить в весеннюю грязь лицом, тренды надо знать заранее. Тем более, что друг всех светских персонажей Игорь Чапурин уже готовит для них модные саночки. Поменялись совершенно составы тканей. Очень много новых технологий, которые позволяют делать суперлегкие красивые вещи. Мы, в принципе, живем в новую эпоху, в новое время, и я немножко это отражаю. Любимые подружки дизайнера готовы хвалить его на все лады. Total look от Чапурина обязывает. Однако свадебные платья что Нюша, что Вика предпочитают заказывать у других мужчин. Много Игоря Чапурина у меня в сердце, потому что это человек, которому я бесконечно предана, которого я бесконечно люблю, и я преклоняюсь перед его талантами. Это означает, что ваше свадебное платье будет шить Игорь Чапурин? Вы знаете, у меня уже так много было свадебных платьев. Еще так много, по всей видимости, будет. Почему вы так настроены? Ну, потому что я планирую переодеваться на моей свадьбе. А так она все-таки будет? Когда-нибудь будет. Бывает такое, что твой супруг смотрит на тебя и говорит, сними это немедленно или умойся? Да, он говорит, сними это, потому что ты оденешь это ночью. А, серьезно, оденешься? Или пока что возмущаешься. Нет, ну мы так можем пошутить, на самом деле, потому что как-то совпадают наши вкусы, и он немножко может поревновать. Яна Чурикова тоже поддержала друга своим зелено-люрексовым луком, но призналась, что деньги предпочитает тратить на другое. Есть грешок. Много кроссовок. Мои предметы гардероба преимущественно базовые, для того, чтобы можно было легко комбинировать. Я фанатка вот этих капсульно-гардеробных дел. Ни шапоголик, ни сумасшедший трендсеттер. Точка. Ньюс. Пока одни русские модели вытесняют с подиумов Джи-Джи и Кендалл, другие, не столь успешные, проворачивают свои схемы, чтобы заработать. Модель Кристина Кучма хотела открыть свой бизнес, на что попросила у своего парня 50 тысяч долларов во время ужина на Багамах. Всего-то. Но американский банкир отказал Кристине, сказал, мол, не того ты парня выбрала. Девушка устроила скандал, схватила ключи от его машины и выбежала из ресторана. Банкир останавливать ее не стал. Думал, что покатается и успокоится девчонка, но нет. На следующий день он получил от Кристины гневное сообщение о том, что его ждет сюрприз на заднем дворе. Там, пожалевший свою даму парень, обнаружил свою машину на дне бассейна. Кажется, теперь мысли о свадьбе с русской моделью парень отбросит. Вот сейчас все накинутся на девушку, обвиняя ее в меркантильности. А может быть, блондинка просто не смогла нормально припарковаться и побоялась в этом признаться. Точка. Ньюс. В эти выходные в мрачную осеннюю погоду по традиции добавила красок светлое и, главное, доброе шоу «Жара в Вегасе». На нем каждый мог найти не только хорошее настроение, но и музыку для души. Доброта нашего нескромного шоу в этот вечер сказалась не только на зрителях, но и на каждом артисте. Например, сначала каждый из них расщедрился на советы и идеального внешнего вида в плохую погоду. Ездить на такси. И прическа не будет портиться. Заниматься фитнесом, самое главное – высыпаться. Мое самое любимое упражнение – спать. Можно заниматься дома. Я стою просто в планке, приседаю, делаю выпады, могу поотжиматься. Секс. Тоже да, но это я не сказала. Но тоже можно. Ну а вот кого слово «секс» краснеть точно не заставляет, так это Харви Вайнштейна, скандал, с которым обсуждает весь Голливуд и наш шоу-бизнес тоже. Это такая профессия, знаете, если девушка пришла сюда в шоу-бизнес, пусть будет готова к таким вызовам, но в зависимости кому что нужно. Вайнштейн, если на него посмотреть, он такой животный, у которого в руках какая-то власть, какие-то ресурсы, и он просто все это делал бесцеремонно и жестко сейчас получает по заслугам. Ну и что сексуально домогался? Ну и что? Если принудили насильно, то это уже изнасилование, это уголовная статья. Поэтому есть какая-то исковая давность и странно то, что это только сейчас стали говорить. Ну а если это по согласию и человек понимал, то это чуть-чуть другая история. Эта история там с Вайнштейном, масс такого, мне кажется, слава богу, не было и нет. Ты всегда можешь сказать «нет, это не про меня». Тут уже знаешь, что зависит от желания девушки. Давать? Вот это нет. Я думаю, не нужны. Я думаю, просто договориться, поговорить и решить проблему. Вайнштейн, все твои миллиарды отдай детям. Моим детям. А вот наши парни уверяют, что до девушек не домогаются. Но при этом не скрывают, что искра на съемочной площадке может вспыхнуть. И боятся, что за это на тебя подадут в суд. Просто глупо. Слушай, все мы люди, все мы люди. Я мужчина, я люблю женщин. Больше ничего вам не скажу. Точка Ньюс. Ну вот и все. Вы узнали все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите «Жару» каждый день. Заходите в социальные сети. Внизу экрана видите наши аккаунты. И последнее. Помните, что с вами был я, Слава Никитин. И Точка Ньюс. Точка Ньюс. Точка Ньюс.